Всем привет! Меня зовут Инга, я преподаватель русского языка. Сегодняшняя тема – рассуждение доказательства. Каков наш план? Для начала мы, конечно, должны вспомнить, что такое рассуждение, как тип речи. Далее мы поговорим о видах рассуждения. Далее узнаем о том, что такое рассуждение доказательства. И в конце обязательно узнаем о структуре рассуждения доказательства. Итак, что же такое рассуждение, как тип речи? Рассуждение – это тип речи, главная задача которого – доказать или объяснить какую-либо мысль, или рассказать о причинах и следствиях событий и явлений, и также выразить оценку и чувства. Рассмотрим пример. Для дружбы нужно очень многое, прежде всего, взаимное уважение. Что означает уважать своего друга? Это значит считаться с его мнением и признавать его положительные черты. Уважение проявляется в словах и делах. Конечно, этот текст относится к такому типу речи, как рассуждение. Как мы видим, здесь автор размышляет о том, что нужно для дружбы и что значит уважать своего друга. Какие же у рассуждения бывают виды? Их всего три. Это размышления, объяснения и доказательства. Сегодня мы будем говорить только об одном из них, о последнем. То есть, мы будем говорить о рассуждении и доказательстве. Что же это такое? Рассуждение и доказательства – это вид рассуждения, цель которого – доказать какую-либо мысль. Здесь все максимально логично. Доказать значит определить справедливость какой-либо мысли. Какова структура рассуждения и доказательства? Мы должны обратить на это внимание и запомнить эту информацию, потому что это очень важно. Текст типа рассуждения и доказательства состоит из нескольких частей. Первая часть – это тезис. Тезис, запомните этот термин. Это мысль, которая требует доказательства. Раз тезис – это мысль, которая требует доказательства, значит нам обязательно нужны эти доказательства, то есть нам нужны аргументы. Аргументы – это примеры, которые доказывают тезис, ну или опровергают его, это тоже бывает. И третья часть – это заключение, то есть вывод, итог наших размышлений. Рассмотрим пример. Почему люди читают книги? Польза чтения очевидна. Во-первых, книги делают нас умнее, обогащают наш словарный запас. Во-вторых, книги расширяют кругозор. Благодаря чтению мы познаем мир и самих себя. Таким образом, книги делают нашу жизнь лучше. Итак, мы видим пример рассуждения доказательства. Проанализируем части этого текста. Первая часть – это тезис. Помним, тезис – это мысль, которая требует доказательства. Здесь в качестве тезиса выступает утверждение «польза чтения очевидна». Вот она мысль, которую нужно доказать. Далее автор доказывает эту мысль. Во-первых, он приводит первый аргумент, первое доказательство. Книги делают нас умнее, обогащают наш словарный запас. Во-вторых, это автор приводит второй пример, второй аргумент, второе доказательство. Книги расширяют кругозор. Благодаря чтению мы познаем мир и самих себя. И последняя часть – это заключение. Здесь автор делает вывод. Таким образом, книги делают нашу жизнь лучше. Мы обязательно должны запомнить структуру рассуждений доказательства, потому что структура рассуждения доказательства перекликается со структурой сочинения рассуждения, о котором мы пишем на уроках русского языка или на уроках литературы. Помним структуру сочинения рассуждения. Сначала мы можем написать общее рассуждение по теме. Далее у нас обязательно должен быть тезис. Это наша позиция по поставленному вопросу. Следующая часть это аргументы, то есть примеры из жизни, из литературы, истории и так далее. Все зависит от формулировки темы сочинения и от задания, которые перед вами ставятся. И последняя часть это заключение. Итак, сегодня мы говорили о рассуждении доказательств. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. Встретимся на следующем уроке.